Эта коробка была настолько крутая и выгодная, что я сказала ее два раза. Всем привет, с вами Юлия Ульянова, и все самое главное в этой коробке я уже сказала, она у меня в двух вариантах. Вот еще одна обложечка, одна из коробок сайта Latest in Beauty с распродажей, о которой вы уже тоже слышали на моем канале. Чем же она была клевая, все рассказываю по порядку. Открывая коробочку мы обнаруживаем разные скидочки и буклетик с тем, что было внутри. Это Edit Good Housekeeping, то есть это те продукты, которые выбрала журнал Good Housekeeping, не знаю, наверное, один из их редакторов. Самое крутое здесь, конечно, это был Full Size, полноразмерный продукт от Polus Choice. Это 1% ретинола вместе с витамином С. В общем, невероятно классная формула. Если вы смотрели видео о кислотах моё недавнее, то я там подробнее говорила о том, как сочетаются кислоты и с витамином С, и с ретинолом. И вот одна из таких вещей, которых многих будет в заблуждении, это сочетание ингредиентов. Вот здесь, посмотрите, внутри и ретинол, и витамин С в хорошей формуле. Если они замешаны правильно, они делают просто чудеса. Это действительно отличная штука, великолепный продукт. И при том, что вся коробка со скидкой стоила мне 22 фунта, вот этот один продукт стоит гораздо дороже. Соответственно, заказывают ещё вместо другими коробками, это было невероятно выгодно. Те, кто со мной в Телеграме узнал об этой акции, тоже успели в ней принять участие. Вообще, на саму коробку Latest & Beauty я не подписываюсь, но вот их совместные коробки с кем-то мне невероятно нравятся. И, как вы понимаете, я от этой коробки больше уже, в принципе, ничего не ждала. Это очень выгодная покупка вот этого средства с ретинолом, который действительно очень круто работает. И действует не только на статические морщины, которые от возраста, от не совсем правильного образа жизни, от времени, проведённого на этой планете у нас появляются, но и также на мимические морщины. То есть, мимические морщины мы останавливаем, допустим, там, матриксилом или аркирелином, либо какими-то колами, если это вам нравится. И дальше возрождаем уже кожу вот такими штуками, типа вот этой. Это и антиоксиданты, и это и витамин А, то есть ретинол. В общем, очень крутая вещь, невероятно классная и очень здорово работает. Наверное, сейчас вы поймёте, почему я удивилась, что в этой коробке ещё было что-то классное. Но первое, что здесь лежит, это вот эта маска от Garnier. Маска тканевая, мощь бомб, то есть бомба с увлажнением. На самом деле, ничего мега позитивного, мега негативного, я не могу сказать. Обычная маска, азиатские маски будут получше, но за ту цену, которую обычно вот маски Garnier стоят в магазине, доступность, это очень хороший вариант. Если, как говорится, on the go, нужно быстренько что-то взять. Совершенно такая странная и бесполезная штука, вот такая кисть. Кстати, у меня есть это в открытом варианте. Взяла открытую кисть, она совершенно дурацкая. У неё волосы как у тролля, сами помните таких троллей. У неё классный правильный размер, она довольно мягкая, но она мега синтетическая, и она уже... Вот смотрите, на самом деле я буквально пару раз её макала в пудру и вот так вот использовала. И она уже выглядит не просто как волосы тролля, которому уже не 15 и даже не 35 лет. Это старый такой весь потрёпанный тролль. Не знаю, она просто так... Наверное, в довесок ко всему остальному бренд называется Urban Beauty United. Убу! Не знаю, дурацкая кисть. Возможно, для чего-то такого типа бронзера на теле когда-нибудь она мне, возможно, пригодится. Либо ещё для чего-то такого, но не для того, чтобы использовать её для каких-то продуктов на лице. Следующая штучка. И здесь вот реально много продуктов. И есть клёвые. И они уже все будут для лица, для волос. Вот продукт для тела, который здесь был, это скраб. Скраб для тела. Он в очень удобной упаковке. Здесь 60 грамм. Sanctuary Spa. Про этот бренд, я думаю, что вы тоже уже слышали. Очень классный такой филакс-бренд для тела. Всё делается в Таиланде. Такая упаковка. И меня здесь заинтересовало то, что они рекомендуют нанести этот скраб на сухую кожу, на тело. Хорошенько помассировать и дальше залезть в ванную и расслабиться. То есть это будет ароматерапия, это будет уход за кожей и это будут масляные ванны. Как они рекомендовали, так я и попробовала. Мне понравилось. Ну, я опять же не увидела какого-то магического такого результата, которого нельзя получить с другими скрабами. Но это невероятно удобно. Это классный скраб, который не сразу растворяется. Здесь действительно есть и уход, и очищение кожи, и приятный аромат. То есть, в принципе, ну, бежать, наверное, именно за этим скрабом нет смысла. Но если вы никогда не пробовали такие скрабы с маслом, которые можно наносить и на сухую кожу, то обязательно попробуйте. Это круто. Еще одна штучка. Это уже давнишний такой мой фаворит. И я это уже и пробовала вот в такой маленькой версии. И покупала большую версию на лето. Она у меня закончилась. Вот сейчас я этой версией пользуюсь. И вот вторая уже будет на подходе из второй коробочки. Это сыворотка от Кадали, которая способствует тому, чтобы осветлять те пигментные пятна, которые у вас есть. И также предотвращать их появление. Здесь есть антиоксиданты, ухаживающие компоненты, офигенная сыворотка. И я знаю, что некоторые не видят от нее результата. Мне кто-то писал, вот я уже две недели пользуюсь, ничего не осветляет, особо я не замечаю результата. Результат не будет в первый день. И я свои первые результаты где-то, наверное, дней через 10 только увидела. И я увидела их по промнику. Тоже у меня был 10 мл. В какой-то коробке он мне пришел. Либо какой-то был подарок за покупку. То есть я бы сама не подумала, что эта сыворотка действительно будет работать. Потому что она выглядит больше как декоративная. Но действительно с течением времени я здесь даже в большей мере вижу предупреждение пигментных пятен, чем их осветление. То есть если вы хотите осветлить пигментные пятна, которые уже есть, возьмите лучше что-то другое, что действительно для осветления. Какие-то кислоты. Опять же осторожно со светочувствительностью. Любые другие осветляющие ингредиенты. Но вот здесь мне это именно понравилось тем, что защищает от пигментных пятен. Проблем гораздо меньше. Вот этим летом у меня был вообще с пигментными пятнами. Несмотря на то, что я летом точно так же использую кислоты. Дальше еще одно открытие этой коробки. Это ночной крем от Ren V-Sense. И я о нем рассказывала подробнее, по-моему, и в Instagram, и в Telegram 100%. В Instagram, по-моему, он есть на одной из фотографий в ночном уходе, потому что это крем, который меня поразил. У него классный состав. И здесь есть компоненты, от которых я раньше никогда до этого не слышала. Которые обладают и антивозрастным действием, и даже расслаблением для мышц лица, для кожи. Антиоксиданты, витамин С. В общем, офигенный крем. Я очень его рекомендую попробовать, если у вас будет такая возможность. Называется он V-Sense, это Lazy Night Cream. Очень классный. Вот 15 мл у меня почти подошли к концу. И вторые 15 мл тоже уже скоро начну использовать. Очень люблю его вместе, вот, кстати, вот с этой сывороткой. То есть средства такие сбалансированные, что ни какого-то высушивания, ни раздражения, несмотря на то, что компоненты активные, здесь не будет. Следующий потрясающий вещь, которую я узнала с помощью и благодаря вот этой вот коробочке, это зубная паста Regenerate. Я ее уже заказала в большом варианте. И вот такой пробник у меня тоже уже закончился. И здесь вот даже наклейка, что это рекомендация читателей журнала Good Housekeeping в 2017 году в Великобритании. Коробочек сама из Великобритании. То есть для доставки вам нужен будет склад-посредник, если вы живете не в Великобритании. В общем, офигенная паста, я о ней тоже уже писала. Это единственная первая паста в моей жизни, от которой я почувствовала результат. Через 2-3 дня у меня появилось ощущение, что действительно с эмалью что-то происходит, что она укрепляется, что она как-то менее чувствительна становится. И вообще зубы становятся менее прозрачными. И я подробнее писала об этом в блоге, в покупках. Вот там у меня есть как раз фотографии полноразмерной этой пасты и подробности про эту пасту, что она содержит, почему она такая клевая, какой результат я увидела. И в Инстаграм тоже мне кто-то из девчонок писал, что действительно работает, тебе не показалось, очень классная, пробуй, бери. Сейчас очень хочу еще попробовать у них отдельное средство, которое используется как профилактика, просто в капы наливается. Там 2, по-моему, раза в месяц нужно использовать, тоже для укрепления эмали. Следующая штучка для волос. Это пенка Charles Worthington. С произношением их имен, конечно, все время возникает какие-то непонятки. Просто непривычно произносить такие имена, типа Worthington. Наверняка британцы произносят его как-то по-другому. И я сначала подумала, ну, фигня, наверное, будет у меня где-то лежать, потому что пенки я вообще не очень люблю, но она оказалась клевая, и она действительно придает такой хороший, классный объем. Она называется Volume and Bounce. То есть Bounce это еще то, что подпрыгивает, не просто такое. Такое гладкое, действительно воздушное и подпрыгивающее. Классная пенка, действительно отлично работает. Единственное, что тут вот на моей длине волос, я еще пока не привыкла, сколько какого продукта нужно наносить, чтобы это не было too much. В принципе, волосы это не склеивает, не делает их жирными, но если нанести чуть больше, чем нужно, как такую большую горошину, то волосы, они пачкаются где-то на второй день, в конце второго дня. Так у меня иногда они до третьего дня достаточно чистые, то есть нет вот этого ощущения, что корни уже достаточно жирные, и пора их мыть. То есть вот это очень-очень классная пенка, и это было неожиданностью. Следующее средство, вот это тоже такая бомба, это крем Olay Regenerist. И в этом креме SPF 30, один из немногих кремов с SPF 30, который подходит, ну мне кажется, в любом типу кожи, прямой комбинированной кожи, и с чувствительностью, с какими-то жирными участками, и со склонностью к высыпаниям, если что-то пошло не то. Крем вообще просто идеальный, очень клёвый. Вот такую версию я уже использовала практически до конца, здесь 7 мл, и пока вот в большом размере я не нашла. Я нашла эту серию на Look Fantastic, но вот именно этого крема сейчас в наличии нет. Ну, я буду мониторить, и если где-то он мне там попадётся, то я в Инстаграм, в Телеграм даже, скорее всего, быстрее сообщу. Но этот бренд продаётся на самом деле в драгериях, и наверняка вы сможете его найти в магазине. Действительно очень-очень достойная штучка. Антивозрастной крем Regenerist с SPF 30 на каждый день, и вообще круглый год здорово. Причём он не даёт выбеливания. Кажется, вот он такой вот беленький, здесь не запаковано. Такой вот он светлый, он впитывается, и выбеливания, которые часто бывают от SPF кремов, здесь нет. В общем, очень классный крем, и при случае, возможно, я бы его себе даже приобрела в качестве дневного ухода. Остаётся здесь всего три предмета. Это лак для ногтей вот такого яркого розонького оттенка. В обеих коробочках одинаковые оттенки. Это уже не совсем такой осенний вариант, поэтому я его пока оставлю либо до следующего лета, либо, может быть, до весны. Следующая штучка – это спрей для лица от James Reed, и это спрей для того, чтобы постепенно придавать загар лицу. И я по поводу этого средства с кем-то в Инстаграм переписывалась, и по отзывам действительно классно работает. И почему мне очень нравится? Потому что после того, как вы нанесли весь свой уход, вы можете просто побрызгать это на лицо, не вмешиваясь в формулу своего крема, сверху всего остального, и действительно будет кожа постепенно приобретать красивый такой золотистый оттенок загара. Я буквально три или четыре дня подряд использовала. Мне очень понравилось. Вот именно если брать необходимость автозагара, необходимость добавить какой-то оттенок своему лицу, если у вас, например, более сгорелое тело, менее сгорелое лицо, ну или какие-то такие вопросы, вам действительно хочется иметь более сгорелую кожу, мне кажется, что вот это гораздо более классный вариант, чем какие-то капли, которые замешиваются в крем, разрушают форму крема, его структуру. Вот это гораздо лучше, это действительно работает. Последнее, что здесь есть, это вот такая вот тушь для ресниц бренд ICO. У них достаточно есть классные продукты, туши, карандаши для глаз, фломастеры для глаз, для того, чтобы рисовать стрелочки. Мне они попадались, мне очень понравились, но с этой тушью есть одна заморочка. Тушь небезопасная. Во-первых, давайте фанстав посмотрим, какая у нее щеточка. Щеточка вот такая вот интересная, она плосковатая, немножко изогнутая, такая клевая, ей невероятно удобно пользоваться, она очень клевая. Попробую я поднести вот так, может быть, вам будет видно, что здесь, здесь вот на ней есть маленькие волоски. То есть не только сам оттенок, но еще здесь вот маленькие белые такие волоски, которые вы иногда можете видеть в базах для туши. База для туши такая белая, и там вот как раз эти волоски для того, чтобы наращивать объем. И я такая подумала, вау, клево, она, кстати, еще водостойкая. И вот один из этих волосков попал мне в глаз. Я думала, что я умру от ужаса. Просто от того, что эти штучки, мне кажется, достаточно острые. То есть если что-то пойдет не так, эта штука попала в глаз, она что-то царапает или еще что-то, то есть эти штуки, они не мягкие, которые здесь внутри. Какие-то белые волоски, которые довольно-таки остренькие, чувствительные, незаметные. В общем, мне просто страшно пользоваться такой тушью. Возможно, это мои какие-то заморочки, предрассудки и все такое, но я бы просто не стала. И, в общем-то, делать этого не буду. Несмотря на то, что действительно очень клевая щеточка, мне очень понравилось нанесение. И она действительно стойкая, классная, не осыпается. Ну и вечером средством для снятия макияжа тоже хорошо смывается. Такая вот была клевая коробка, невероятно выгодная, конечно. Изначально понятно, что она не стоила 22 фунта. Мне кажется, что она стоила, наверное, района 40 фунтов, может быть, там 43. Тем не менее, вот на летней распродаже мне так повезло урвать ее с большой скидкой. Коробки у них действительно классные, мне очень нравятся. Вообще, у меня здесь на этом канале очень много разных видео о коробочках. И мне пишут часто, что приобщились благодаря моим видео к коробочкам, узнали о существовании большого, огромного количества классных продуктов и для макияжа, и для тела, для волос, для лица, о которых без коробочек было бы узнать достаточно сложно. Коробочки вообще-то великолепная возможность познакомиться с новыми продуктами, посмотреть, как они на вас работают, прежде чем вы решитесь на покупку, а может быть, вообще решить, что вам это не нужно. И это все на сегодня. Я благодарю за то, что были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой нашей коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока, и, в общем-то, там не обязательно прощаться. Вы можете сразу посмотреть какое-то другое видео, например, о предыдущей коробочке Latest in Beauty, либо видео об уходе за кожей, или обзор на Ады Одинер, и у вас большой выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok